Игра бабушкины запасы Богатые запасы у бабушки Просковьи. Всё леточай трудилась на даче в Подмосковье. Бухгалтера-то нету, давай-ка помогай. Что из запасов съели, со мною посчитай. Возьми с собой фонарик, опять там темнота. Запишем, посчитаем и будет красота. Игра довольно сложная. Предложим её уже старшим дошкольникам. А можно даже и позаниматься с детьми, которые уже учатся в первом классе. Даже во втором иногда. Спускаемся к бабушке Просковьи. В подвал нажимаем на дверь. Куда ж без чесночка? Семь вязанок по осени сюда снесла. Запишем. Семь. Сколько вязанок чеснока ещё висит в подвале? Было семь вязанок. Сейчас мы должны найти, сколько у нас сейчас вязанок чеснока в нашем подвале. У ребёнка к курсору прям приделан такой фонарик. Вот так светим этим фонариком и смотрим, вот какие запасы тут. Ага, вот одна вязаночка. Смотрим, сок, горох нам не нужен. Вторая вязанка. Сколько же всего у нас здесь? Нашли мы тут две вязанки чеснока. Стало два. Нажимаем на клавиатуре цифру два. Кнопка готова. Быть тебе бухгалтером. Это выходит, сколько ж вязанок чеснока мы съели? Следующий вопрос. Ну-ка, запиши для учёта. Сколько съели? Это же целое уравнение. Сколько нужно вычесть из семей, чтобы получилось два? Обсуждаем это с ребёнком. Смотрим, как он ориентируется в такой задаче. И на клавиатуре он нажимает цифру пять. Кнопка готова. Отлично считаешь. Арбузики любимые. Пять арбузов сюда сложила. Пишу. Пять арбузов. Было пять арбузов. Сколько арбузов нашёл? Надо записать. И теперь ребёнок продолжает искать тот предмет, который задала нам бабушка. Ищем сейчас арбузы. И точно так же вписываем в этот столбик на клавиатуре цифру количества арбузов. Вот арбуз, где ещё фонариком ребёнок ищет. Вот арбузы. Считает, складывает. Ищет правильное решение. Вписывает цифру. Нажимает на кнопочку готово. А затем дальше решает уравнение, вписывая сюда тоже правильную цифру. В подвале у бабушки очень интересно. И вот таким образом мы не только решаем это уравнение довольно-таки простое в пределах первого десятка, но ещё и проверяем, насколько ребёнок внимательный, насколько последовательно он действует, вводя фонариком. Или же он будет хаотично им размахивать. То есть мы объясняем ему, что для того, чтобы найти предмет, нужно медленно, постепенно, не пропуская ничего, освещать подряд все участки в этом подвале. То есть ребёнку и интересно, и познавательно. Мы тренируем его зрительное внимание и повторяем вот такие простые уравнения в пределах первого десятка. Нажимаем, когда на закрытие игры, видим, что к ней есть печатное задание. Прекрасный момент, чтобы дать решить примеры по мотивам этой игры уже вне компьютера.